SpaceX отправила в космос первый непрофессиональный экипаж. Стив Возник наметил путь в конкуренты Илону Маску. Тесла раскрыла секрет тихого салона в своих машинах. Xiaomi анонсировала свои умные очки. Эти и другие темы прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, смотрите это видео до конца. Давайте начинать. Компания Илона Маска SpaceX совершила еще одно достижение в области космического туризма. Она запустила пассажирскую капсулу с четверкой гражданских лиц. Они проведут три дня на высоте около 600 километров, а затем приводнятся неподалеку от побережья Флориды. Это первый экипаж компании, в котором нет ни одного профессионального астронавта. Успех миссии будет означать, что технология достаточно созрела для коммерциализации. Эта миссия SpaceX носит название Inspiration 4. И повторюсь, что она характерна тем, что ни один из четырех пассажиров на борту не является профессиональным астронавтом, работающим на частную или государственную компанию. Экипаж проведет три дня на орбите на высоте приблизительно 575 километров, после чего капсула опустится в воду у берегов Флориды. Стыковки с МКС не будет. Соучредитель Apple и известный изобретатель Стив Возник объявил о создании частной космической компании Privater Space. О новом стартапе американский предприниматель рассказал в своем Twitter. Он подметил, что Privater Space будет отличаться от других космических компаний. В описании промо-видео, о которой он сопроводил анонс, говорится, что миссия Privater Space – сделать космос безопасным и доступным для всего человечества. Вторым соучредителем и партнером Возник указан гендиректор робототехнической компании Ripcord, которого зовут Алекс Филдинг. Чем конкретно будет заниматься эта компания, пока неизвестно, но не исключено, что ее интересует космический туризм. Тесла не балует поклонников видеоматериалами, рассказывающими о деталях разработки своих технологий. Но в этот раз компания отошла от правил и представила результаты работы секретного проекта Tesla Glass. Благодаря этой разработке машинам Тесла удается сохранять удивительную тишину в своих салонах. Но это не единственное функциональное преимущество Tesla Glass. Впервые об этом проекте заговорили в 2016 году. Руководил им бывший инженер Apple Майк Пилиот. Тогда помимо названия Tesla Glass мало было что известно, но в последующие годы компания стала экспертом в новых типах стекла. Теперь оно используется во всей продукции Tesla – и в транспорте, и в солнечных панелях черепицы. В видео показана работа Центра стекольной технологии компании в Лос-Анджелесе. А основное внимание Пилиот уделяет новейшей акустической разработке, которой его команда оснастила все автомобили Tesla. Речь идет о двойном стеклопакете со специальным шумоподавляющим слоем между ними. Впервые технология появилась в обновленном Model 3. Пилиард назвал ее одной из самых крутых вещей, которые мы сделали. Также он сделал ряд интересных замечаний о том, зачем компания разрабатывает такое стекло. Оказывается, оно защищает пассажиров в случае аварии, а также бережет их от ультрафиолетового излучения и шума. Вдобавок Tesla придает лобовому стеклу автомобилей свойства линзы для передней камеры системы автономного управления Автопилот. Компания Xiaomi подготовила к выпуску свои первые умные очки – Xiaomi Smart Glasses. В отличие от доступных на рынке продуктов Google, Snapchat, Unreal или Lenovo, предложение Xiaomi не погружает пользователя в мир дополнительной реальности. Новинка скорее напоминает устройства Amazon, Razer и Facebook. Тем не менее, Xiaomi заявляет, что ее умные очки – это не просто дополнительный дисплей для смартфона. Xiaomi Smart Glasses весит всего 51 грамм и выглядят так же, как обычные очки. Это стало возможным благодаря использованию технологии MicroLED, необходимого в структурном дизайне очков. Кроме того, технология MicroLED обеспечивает более высокую плотность пикселей, более длительный срок службы, более простую структуру и более высокую яркость, чем OLED, а также глубокий черный цвет. Размер внутреннего чипа дисплея составляет 2,4 на 2,02 мм, так что чип дисплея удалось разместить в оправе очков. Чтобы можно было видеть контент через умные очки Xiaomi, даже под прямыми солнечными лучами, компания выбрала монохромный дисплей, максимальная яркость которого составляет 2 миллиона нит. Xiaomi позиционирует свои умные очки как независимое интеллектуальное устройство, оно обладает функциями вывода уведомлений, демонстрации дисплея смартфона, навигации, съемки фотографий, телесуфлера, перевода текста и фотографий в режиме реального времени. Также умные очки оснащены двумя микрофонами с формированием луча, динамиками, 5-мегапиксельной камерой, световым индикатором, предупреждающим других, когда камера используется, четырехъядерным ARM-чипом, встроенной батареей с сенсорной панелью, комбинированным модулем беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth и операционной системой Android. К сожалению, компания не рассказала о сроках начала продаж своих первых умных очков и ориентировочной цене этого устройства. Вполне вероятно, что этот продукт не будет запущен за пределами Китая. Электросамолет Spirit of Innovation британской компании Rolls-Royce совершил свой первый полет, который продлился около 15 минут. Производитель подтвердил, что испытания прошли успешно и проект переходит в новую фазу интенсивных летных испытаний. Spirit of Innovation – часть амбициозного проекта EXEL, нацеленного на ускорение развития электрической авиации и частично финансируемого правительством Великобритании. В прошлом году правительство страны поставило перед собой цель достичь углеродной нейтральности в авиации к 1950 году. Spirit of Innovation представляет собой классический низкоплан с одним пропеллером в носовой части, который приводится в движение тремя легкими электродвигателями 750R производства YASA. Суммарная мощность двигателей превышает 500 л.с., а КПД установки составляет 90%. Питание обеспечивает блок аккумуляторных батарей с активным охлаждением из 6000 ячеек. Максимальная выдаваемая мощность – 750 кВт, а дальность полета – 320 км на одной зарядке. На недавней мюнхенской выставке был представлен Аптис – полноразмерный модуль диск плюс безвоздушная покрышка, который нужно устанавливать вместо обычного колеса на автомобиль. Компании Michelin потребовалось 16 лет, чтобы пройти путь от прототипа до готового коммерческого продукта, который с 2024 года пойдет в серийное производство. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с автопроизводителем General Motors. А первым новые шины получил электрокар Mini Electric. Аптис весит в 7 раз меньше типового колеса с металлическим диском и резиновой покрышкой. На его производство тратится гораздо меньше сырья. С таким колесом не нужно следить за давлением, тратить время на накачивание шин. Конструкция Аптис позволяет настроить его параметры для конкретных целей. Но по умолчанию он ничем не отличается от типовых колес. Это и стало главным сюрпризом. Посетители выставки, проехавшейся на Mini Electric с Аптис, не заметили ничего нового. Потому что новые камеры идеально вписываются в существующую архитектуру автомобилей без дополнительных действий. На этом у меня все новости, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк. Не забывайте подписываться на наш канал и жать колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. А также подписывайтесь на все наши полезные каналы и ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. С вами был как всегда Андрей. По традиции желаю вам отличного настроения. Не переключайтесь. До скорых встреч.